Доброго-доброго вам всем дня, друзья! Сейчас мы поговорим о игре под названием Wargroove. Приятного вам всем просмотра! Wargroove – это пошаговая стратегия, вдохновленная по большей части такими играми, как Advance Wars и Fire Emblem. Но серия Advance Wars находится в спячке уже более 10 лет, и вот спустя столь длительное ожидание достойный духовный преемник наконец здесь. Если вы не сталкивались с серией Advance Wars, то для вас можно применить сравнение игры с Into the Bridge. Обе игры в принципе представляют пошаговое противостояние двух фракций, которые также используют ландшафт в своих интересах. Но Wargroove намного глубже и шире во всех отношениях, и существует множество отличий между Wargroove и серией Advance Wars или Into the Bridge, которые делают Wargroove полноценной, самодостаточной игрой. Wargroove показывает нам кучу интересных фишек и особенностей, которые зацепят вас и оставят в игре надолго. Давайте немного разберемся в геймплее и особенностях игры. И начнем с командиров. В игре имеется 4 фракции, в каждой по 3 командира. Это Королевство Черри Стоун, Фальхейм, Флоран и Небесная Песнь. Каждый командир – это мощнейшее подразделение на поле битвы со своей особенной способностью. Это не обязательно что-то атакующее. Например, у Мерси способность исцелять себя и ближайшие союзные отряды. Но есть и агрессивные способности. Например, Сердж, безжалостный флоранский генерал, со своей способностью рывок садиста. Стоит также упомянуть о том, что подразделения каждой фракции имеют свой уникальный дизайн, имена и даже свой характер. Переходя к визуальным эффектам, они невероятно потрясающие. Придется по вкусу всем любителям инди-игр и поклонникам настоящего пиксель-арта. Яркие, сочные цвета в сочетании с веселыми, привлекательными анимациями. Смотрится все это просто великолепно. Звуки. В игре куча интересных звуковых эффектов, что позволяет чувствовать себя приятно, даже выполняя какие-то простейшие действия. В игре есть также замечательный саундтрек, который вы можете разблокировать. Итак, ребят, давайте разберем самую важную составляющую – геймплей. Все мы знаем, что если геймплей подкачает, то ни анимация, ни хороший саундтрек не спасут у в игру. Но это не тот случай, поэтому давайте углубимся в геймплей и разберем его. Наша цель для победы – уничтожить командующего противоборствующей фракцией или разрушить его крепость. Мы начинаем на противоположной стороне карты от противника. Далее идет захват незадействованных нейтральных зданий, деревень, что приносит нам деньги, которые мы можем потратить на новые юниты или лечения. Кто-то, услышав это, может сказать – блин, да это же старый добрый Advance Wars. Тем не менее, игра представляет нечто большее, чем старая классика. Наиболее значимое отличие, которое представляет Wargrove – это система критического удара. У каждого юнита в игре есть особые условия, чтобы сделать его сильнее. Копейщики наносят увеличенный урон, если находятся рядом с дружественными копейщиками, а отряды кавалерии выдают максимум, если наносят урон на последние свои клетки движения, что в принципе логично. Все эти условия влияют на тактику игры. Например, для максимального профита от копейщиков мы стараемся держать их парами. В игре множество интересных режимов. Например, есть аркадный режим для каждого персонажа, который ставит нас против каждого из врагов. Или, например, кампания, где вы можете принять командование над королевством и исследовать сюжету истории. Также есть режим головоломки, его, к сожалению, я еще не открыл. Вокальный режим для игры с друзьями на одном компьютере и кросс-платформенный мультиплеер. Редактор карт. Здесь вы можете попробовать свои силы в дизайне уровней. В нашем распоряжении большое количество интуитивно понятных инструментов, которые мы можем использовать для создания собственных карт. И даже кат-сцен. Разработчики дают нам большое количество способов играть в эту игру. Давайте теперь пробежимся по минусам игры, которые я выделил для себя. Это касается кампании. Могу сказать, что начальная часть кампании, мне кажется, немного затянута обучающими моментами. Первые миссии ставят нас в узкие рамки обучения и ограниченных возможностей. Но как только кампания начинает нам давать больше свободы действия, игра начинает действительно затягивать и интерес увеличивается. Также по поводу боевой анимации, ее придется отключить, несмотря на то, какой бы прекрасной она ни была. Но когда вы наблюдаете это в сотый раз, нет уж, простите. Так что если дорожите своим временем, то я настоятельно рекомендую вам отключить ее. Стоит ли Wargroove своих денег? Я считаю, что, конечно же, да. С ее богатым содержанием, приятными звуками и саундтреком, прекрасной анимацией, редактором уровней, веселой одиночной кампанией и возможностью играть в мультиплеер. Wargroove это классическая пошаговая стратегия. Могу смело рекомендовать ее всем любителям инди-игр и пиксель-арта. В заключении давайте пробежимся, ребят, по оценкам и ценам. В стиме игра получила 84% положительных из 625 отзывов на момент снятия ролика. Это очень достойный результат, и цена ее в российском сегменте составляет 435 рублей. Я считаю, что это более чем приемлемо для нее. Ну а на этом все, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо вам всем большое за просмотр и хорошего вам настроения, ребят. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok